Добрый вечер! Смотрите Вести Молдова в студии Олеся Кайряк. Для начала по традиции коротко о главных итогах уходящего дня. Две недели на повышение тарифов. Газонатуралфиноза ждет от властей новых расценок на электричество. В республиканской больнице сбился график операций. В Минздраве успокаивают. Это всего на два дня. Хочешь заправить машину? Выходи. Платить за топливо теперь придется только в кассу. А теперь все это и многое другое подробно. Перебои с поставками электроэнергии откладываются до 15 июля. По крайней мере, по заявлениям представителей компании Газонатуралфиноза, такой договоренности удалось достигнуть с Молдавской ГРЭС. Однако, это все же проблемы не решает. И компания продолжает настаивать на резком повышении тарифов. Проблемой решил заняться парламент. В комиссии по нацбезопасности устроили слушание, на которое, правда, так и не явились представители Министерства экономики и Национального агентства по регулированию в энергетике. Две недели на повышение тарифа дает властям Газонатуралфиноза. Иначе начнутся перебои с подачи электричества. Главным аргументом поставщика остается курс доллара, который приближается к 19 леев, а в нынешнем тарифе заложены отметки в 11 леев 80 банов. Расчет с Молдгресс происходит именно в долларах. Каждый месяц, заявляют в Венозе, из-за курсовой разницы потери составляют порядка 80 миллионов леев. На вопрос о возможной диверсификации рынка глава предприятия отметила, что в настоящее время поставки в Молдову электроэнергии из Румынии могут покрыть не больше трети нужд населения. Также мы не можем напрямую получать электроэнергию с Украины, поскольку у страны внутренний дефицит. В этой ситуации экспорт запрещен законодательно. Поэтому единственным источником света, который полностью покрывает потребности населения, остается Приднестровье. А значит, необходимо повышение тарифов, настаивает Феноза. До 1 января 2014 года долг составлял 457 миллионов леев. А в течение 2015-го из-за валютных колебаний накопился долг больше, чем в 700 миллионов леев. Если этот долг можно будет возвращать поэтапно в течение нескольких лет, тогда воздействие на потребителя будет минимальным. Если говорить о повышении тарифа согласно методологии, в этом случае речь идет о повышении примерно на 60%. Однако депутаты называют данную позицию скорее шантажом, чем необходимостью. А желание повысить тариф, по их мнению, это попытка давления на государство для удержания своей доли рынка и сохранения высокого уровня рентабельности. Тем более, что в прессе не раз звучала информация о сверхприбыли компании «Газнатурал Феноза» в прошлом году. Я считаю, что у Фенозы есть внутренние ресурсы. Мы предложим провести аудит в этой компании, да и у всех поставщиков электроэнергии в Молдове, чтобы определить все нынешние внутренние ресурсы и ни в коем случае не соглашаться с повышением цен. Все завязано на единственном источнике поставок российского газа, потому это скорее шантаж. И мы можем ждать любой провокации, учитывая, что находимся в зоне повышенного геополитического интереса. Кроме того, парламентская комиссия по национальной безопасности хотела выслушать мнение Министерства экономики и Национального агентства по регулированию в энергетике. Однако никто из представителей двух этих структур сегодня так и не явился. Теперь главу Минэкономики Стефана Кристофа Бриде и директора Наре Сергея Чубану ждут в четверг на заседании парламента. Ранее агентство сообщало, что проведет публичное слушание о повышении тарифов на электроэнергию только после того, как завершит проверку расчетов поставщиков. Еще в начале этого года поставщики электроэнергии подали в Нары запрос с просьбой увеличить тариф до 2 лей в 58 банов за киловатт в час, то есть сразу на лей. Обсудить щекотливую тему возможного повышения тарифов мы пригласили сегодня в нашу студию директора Центра стратегических исследований и реформ Галина Шаларь. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, скажите, пожалуйста, чем чревато повышение тарифов на электричество сейчас? Нет, ну повышение тарифов на любой вид энергоносителя, а у нас все энергоносители импортируются практически, у нас своих источников энергии нет. Поэтому здесь две проблемы. Я думаю, что если тарифы будут повышены для нашего поставщика электроэнергии, то это станет поводом для того, чтобы о пересмотре тарифов заговорили и газовщики, а впоследствии, как результат, это потянет с собой рост тарифов и на воду, потому что оборудование работает на электричестве и так далее. То есть повышение тарифов на электроэнергию, оно приведет к цепной реакции роста цен. Это безусловно. Скажите, есть ли у Национального агентства по регулированию в энергетике поле для маневров сейчас? Ну, вы знаете, мне трудно сказать, но, к сожалению, у нас как-то это уже сложилось традиционно. Тарифы пересматриваются по просьбе поставщика. И когда говорят о росте тарифов, и более того, агентство принимает решение о повышении тарифов, потому что о снижении тарифов я что-то, конечно, проблематики не помню в наших условиях, то как-то задумываются только о бизнесе, неважно каком, поставок электроэнергии, природного газа, снабжение водой и так далее, и так далее. Но совершенно не принимают во внимание эти же причины, в свою очередь, привели, в общем-то, к снижению покупательной способности населения. И не только населения, но и в определенном смысле бизнеса другого. Уже сегодня, пусть пока еще только в зимний период, но у нас оплата всего пакета коммунальных услуг, она приближается, а зимой даже уже начинает превышать среднюю зарплату по республике. А ведь помимо оплаты коммунальных услуг, нам всем нужно еще как-то жить. Я надеюсь, что все-таки агентство подойдет к этому вопросу взвешенно. Ну, а наши поставщики энергоресурсов, ну, может быть, найдут какие-то другие резервы для того, чтобы сохранить стабильность платежей. Я тоже понимаю, что это важно. Ну, они уже заявляют, что у них нет такой возможности. И вот весной уже один раз обращались они в НРЭП на счет пересмотра тарифов. Тогда НРЭП сказала, что давайте перенесем этот вопрос и рассмотрим его с разных сторон. Сейчас, как вы думаете, будет ли такая же ситуация или все-таки они пойдут на поводу у таких заявлений? Ну, вы знаете, все зависит от того, какую работу провело агентство вот с мая месяца. Потому что если агентство разобралось в структуре затрат, которые включаются в тариф, и убедилась, что никаких резервов повышения качества, скажем, менеджмента, да, улучшения структуры, вот, себестоимости которой или цены тарифа, да, то тогда, в принципе, у них должны быть аргументы, ну, в данном конкретном случае и для Юнионфеноса, и для других поставщиков, для того, чтобы, ну, наверное, все-таки повышение будет, потому что курс, конечно, очень сильно девальвировал, но я думаю, что оно не должно быть таким резким, как, например, об этом говорит Юнионфенос. Да, вот некоторые даже называют эти их просьбы шантажом, то есть, поскольку они являются основным поставщиком. По-вашему же, когда все-таки может произойти повышение тарифов и насколько? Ну, насколько это непредсказуемо, потому что насколько это будет зависеть, в том числе и от ситуации в экономике в целом. Но я думаю, что, вот если говорить с Юнионфеносой, то здесь, безусловно, нужно говорить, вести этот разговор, ну, как бы параллельно или предварительно переговорив с собственным производителем электроэнергии. Для нас сейчас это, во-первых, практически единственный поставщик – это молдавская ГРЭС. Вот, поэтому, насколько я слышала, молдавская ГРЭС отпускные тарифы не повысила. Поэтому я так думаю, что Юнионфеносе все-таки нужно, ну, каким-то образом посчитать, где-то, понимаете, затягивать пояс может не только население и бизнес, не связанный, скажем так, с энергоносителями. Спасибо, что нашли время, зашли сегодня в нашу студию. А я напоминаю, что гостем нашего эфира сегодня была директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шаларь. А мы продолжаем выпуск. Продолжаем выпуск. В республиканской больнице приходится переносить операции на неопределенный срок. Ситуация сложилась из-за долгов, объяснили сегодня Министерство здравоохранения. Уже несколько дней запланированные вмешательства в клинике приходится откладывать. В этой связи в правительстве сформировали специальную рабочую группу во главе с замминистра здравоохранения Андреем Ункуцей, который занимается проблемами РКБ по всем направлениям. Министр Мирча Бога признает, что их в республиканской больнице накопилось много. И в первую очередь эти проблемы касаются управления больницей, организации ее работы. Проявилось это еще в начале года, когда у клиники появились долги за лекарства и другие задолженности. Что касается срочных операций, они проводятся. Серия запланированных операций, опять же, проводится. Не всех, к сожалению, можно прооперировать. Но есть план пересмотра долгов, так что, думаю, ситуация выправится весьма быстро в течение двух дней. Ожидают ли Кишинев повторные выборы мэра, решат служители Фемиды. Сегодня партия социалистов обратилась в суд с требованием аннулировать результаты второго тура голосования и провести повторные. Они представили внушительный пакет аргументов. Мы продолжаем выявлять факты нарушений. К нам продолжает поступать информация и о подкупе, и о купленных комиссиях, и о каруселях, и о электоральных туристах, и о людях, которые в этот день участвовали в множественном голосовании. Остальную часть материалов также приобщат к делу. Социалисты уверены, что победа Киртуака досталась исключительно благодаря фальсификациям и покровительству олигархов. Напомним, суд накануне уже удовлетворил одно требование социалистов о пересчете голосов, отданных 14 июня за муниципальных советников. Окружный избирательный совет Кишинева опротестовал это решение в апелляционной палате. О других новостях сегодняшнего дня узнаем из следующего обзора событий в рубрике «Короткой строкой». Бывший министр внутренних дел Георгий Попук не будет сидеть в тюрьме. Высшая судебная палата обязала экс-главу МВД выплатить штраф. Решение апелляционной палаты Кишинева приговорить Попука к 4 годам тюрьмы по делу об апрельских событиях 2009 года аннулировали. Также суд оправдал бывшего генерального комиссара полиции Кишинева Владимира Ботнаря, ранее приговоренного к 2 годам условного заключения по тому же делу. Решение высшей судебной палаты является окончательным. Попука и Ботнаря обвиняли в халатном исполнении служебных обязанностей, повлекших смерть человека и иные тяжкие последствия во время массовых беспорядков в Кишиневе в апреле 2009. Напомним, после обвинительного приговора апелляционной палаты Попука оставили на свободе, однако затем, когда предписание выдали, не смогли найти. Его объявили в национальный розыск. В скандалах во время выборов будет разбираться генпрокуратура. Там открыли несколько уголовных дел по факту нарушений во время второго тура местных выборов, сообщает Спутник. Речь идет о двух случаях, когда бюллетени для голосования обнаружили вне избирательных участков, в Камуне-Бачой и в Сынжире. Еще одно уголовное дело открыли по факту хулиганства в Бачуе. Также прокуроры разбираются в ситуации в селе Аксенте Дубасарского района, где использовали фальшивое удостоверение наблюдателя, а также выясняют, был ли подкуп избирателей в селе Сберуае Неспаренского района. Не исключено, что откроют еще одно уголовное дело на основании жалобы на то, что в селе Маринич Неспаренского района проходила предвыборная агитация в День тишины. Всего во втором туре местных выборов выбирали мэров почти 460 городов и сел Молдовы. Посол Молдовы в Японии будет получать 3200 долларов в месяц. Правительство сегодня одобрило затраты на содержание дипломатического представительства, которое, как, надеется, исполняющая обязанности премьера Наталья Герман, откроется очень скоро. Посольство Молдовы в Токио ежемесячно будет обходиться бюджету нашей страны минимум почти в 8500 долларов. Но взамен мы сможем наладить более тесные связи с мировой державой, надеются в правительстве. Всего в диппредставительстве будет работать трое человек, у посла будет один советник, также первый секретарь. Штат сформировали, исходя из целей молдовской дипломатии в Японии и соображений экономии бюджета. И в заключении новость для водителей. Теперь заправить машину, не выходя из салона, будет невозможно. Правительство обязало все автозаправочные станции принимать наличные деньги только в кассе. На многих заправках уже действует это правило, теперь же оно стало обязательным для всех. В объяснительной записке к решению правительства говорится, что таким образом авторы проекта надеются пополнить бюджет и пресечь попытки уклонения от оплаты налогов. Тем более эта мера не требует бюджетных затрат. Отныне сотрудники заправок, которые помогают водителям пополнить топливный бак, категорически не должны принимать наличные. Они могут лишь рекомендовать клиентам пройти к кассе. Когда вы заправляете машину и оператор принимает у вас оплату наличными без того, чтобы вы пошли к кассе и взяли чек, это способ уклонения от налогов для продавца топлива. Потому что он может использовать эти деньги в других целях, ведь он не регистрирует их в кассе предприятия. Таким был этот день. Еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать, зайдя на наш сайт rtr.md. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра и итоговый выпуск вести наших российских коллег. Я же Алиса Коряк, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.